Привет, друзья, это 5 элемент, меня зовут Денис. Наконец-таки лето, тепло и можно покайфовать. И я себе на обзор выбрал штучку, с которой я сегодня буду кайфовать. Друзья, электровелосипед от компании Forward, который называется Cyclone 26. Я думаю, что будет обзор очень быстреньким и чисто расскажу свое мнение. Поехали. Вообще, про электровелосипед мы много раз уже рассказывали. Посмотрите в плейлисте обзоры электротранспорта, там много всего. Но давайте быстренько расскажу, когда я вообще познакомился с таким устройством, как электровелосипед. Я любил очень электросамокаты и сейчас люблю, действительно. Но у электросамокатов, как вы знаете, есть одна досадная такая особенность. Когда они разряжаются, они превращаются в тыкву. К сожалению, так и есть. Электровелосипед это вещь, которая, во-первых, может вести вас. А даже если у вас сел аккумулятор, вы можете на нем практически, как на обычном велосипеде, катиться дальше. Это неплохо. И эту штуку я первый раз увидел года 4 назад в Берлине, потому что там как-то электросамокатов было очень мало, практически не было. А все катались на электрических велосипедах. Я понял, что немцы-то толк знают на самом деле. Ну и давайте поговорим про нашего железного коня. Я буду стараться говорить какими-то категориями, впечатлениями, а уже более точную информацию сможете прочитать у нас на плашках, либо же по ссылке в описании на сайте 5element.by. Ну что ж, наш велосипед. 26 колеса, достаточно большие, чтобы быстро набираться скорость, совершенно легко. И катиться по какому-то бездорожью, типа гравия, песка и так далее. Еще отмечу такую вещь, что вилка достаточно хорошо ходит, действительно, но мне она в дороге ощущается слегка жестковатой. То есть в какие-то моменты потрусить может, хотя у этого есть определенные плюсы свои. Вообще самый большой минус электровелосипедов, как вы можете догадаться какой, ну вы совершенно правы, это вес. Да, действительно, хоть, знаете, у меня мой велосипед, который самый обычный, да, он весит, ну, килограмм 14, там алюминиевая рама, он достаточно легкий и все хорошо. Здесь же ситуация побольше, он ощущается, ну, в раза полтора тяжелее, чем обычный стандартный велосипед. Здесь у нас рама не алюминиевая остальная, хотя вот мне кажется, что это та самая точка роста, которая могла бы быть в электровелосипеде. Сделать его легче, это хорошо. Почему легче сделать, как вы можете догадаться, потому что здесь большая батарея, сейчас про нее и поговорим. Батарейка здесь на 10,4 Ач, она довольно тяжелая и, что сказать, не обязательно ее держать на велосипеде, чтобы заряжать, это большой плюс, она потому что снимается. То есть, допустим, вы закатили ее куда-то в подъезд, поставили, если у вас там безопасно, вы можете снять батарейку, занести домой и там заряжать. К слову, батарейку заряжает достаточно такой компактный блок питания и полностью велосипед можно зарядить плюс-минус за 5 с копеечкой часов. Что еще у нас? Тормозная система состоит из двух тормозов, они механические и дисковые. Я так скажу, что эффективно справляется с торможением, комфортно. Единственное, что, да, вот этот тормоз, он довольно скрипуч, когда вы тормозите, слышите вот такой звук. Да ладно, я про флянчиковый, что, на самом деле звук вот такой. Далее поговорим про седло. Очень быстро оно, естественно, регулируемое и само по размерам оно что-то среднее между узким спортивным и каким-то таким широким комфортным. Скажем так, я люблю, когда пошире седло, потому что, ладно, не будем вдаваться в анатомию подробности, просто нравится, скажем так. Так вот, можно отрегулировать себя по росту и скажу так, что мне даже на самом большом выносе этого самого кресла приходилось немножко выгибать спину, чтобы комфортно держаться за рулем. Ну, это такое субъективное наблюдение, скажем так. Вообще, рама подходит под ростовку 17-19. У меня рост 180, то есть я думаю, что человек с ростом 185-187 еще будет вполне себе комфортно чувствовать на этом велосипеде. Далее мы перемещаемся на руль, и что мы здесь с вами видим? 7 скоростей, можно переключать, которые хотите. Я всегда примерно езжу на пятерочке, как вы, напишите в комментариях, кстати. На левой стороне у нас есть пульт, который позволяет управлять нашим бортовым компьютером, и плавно мы переходим к нему. Вот тут очень интересно. Мне он очень нравится, потому что он, во-первых, очень большой, во-вторых, он монохромный, и в чем радость вот этого монохромного дисплея, это то, что и в тени, и на солнце его отлично, просто суперски видно. Какая информация у нас здесь представлена? Ну, здесь очень просто. Сейчас расскажу. Во-первых, мы можем с вами видеть заряд батарейки, это раз. Во-вторых, мы с вами можем посмотреть расстояние поездки, либо же общий пройденный километраж, текущую скорость, ошибки, если есть, не дай бог, и скорости. В скоростях есть интересный момент, их всего здесь четыре. Три первой скорости, это скорости ассистента. Что это такое? Когда вы включаете первую, вторую или третью передачу, начинаете крутить педали физически, велосипед начинает вам помогать. Скажу так, если вы едете на первой передаче, то вам кажется, что вы едете по своей легкости на обычном, просто обычном механическом велосипеде. Если же вторая и третья скорость подключаются, там уже велосипед везет себя достаточно резко. В тестах скорости я сейчас расскажу вам, как он себя вообще вел. Ну и четвертая передача, назовем ее так, называется здесь H, и что она означает? То есть, по сути, у вас ваш электровелосипед превращается в реально самокат электрический, электросамокат. Потому что вы можете как царь, я уже три года испытываю это чувство, вы садитесь как царь на велосипед, не крутите педали, просто нажимаете рукоятку и уноситесь куда-то вдаль. И у меня 90-килограммового пирожка при этом всем велосипед может вести со скоростью где-то примерно 25 км в час. Это прям вообще неплохо. И вот уже мы потихонечку, как вы можете догадаться, перешли к каким-то ходовым характеристикам. Мы сейчас все самое интересное вам расскажем. Мощность данного электровелосипеда 250 ватт, это, ну скажем так, меньше, чем средний по рынку такой электросамокат. Но тем не менее, возможно, большая мощность ему здесь и не нужна, потому что здесь расчет на то, что вы будете помогать себе ножками. Так вот, давайте поговорим про скорость. Если вы передвигаетесь в режиме помощи, то есть помогаете себе докручивать педали во время электротяги, то можно получить скорость пикового порядка 35-38 км в час. Так заявляет производитель, и так я проверил по GPS своему спидометру и на бортовом компьютере, в принципе, видел такую же ситуацию. Сейчас результаты GPS-спидометра вы можете видеть на экране. Это получалось в режиме помощи, то есть на третьей передаче крутите педали быстренько, можно выжать до 38 км в час, ну, немножко меньше по GPS-спидометру, но тем не менее. Ну, а про скорость в режиме газа я вам уже сказал. У меня данный велосипед может тянуть 25 км, может быть, 26. Где-то в горку, если, кстати, вы не любите крутить педали в горку, вообще это для чего покупается электровелосипед тогда, вообще пушка. Меня тяжелый велосипед в горку тянет со скоростью 20 км в час, мне кажется, это вообще прекрасно. Если же мы с вами переходим к самому интересному, это, наверное, дальность хода, то тут данный велосипед, вообще электровелосипед, разрывает любой электросамокат. Ну, тут вообще классно. Почему? Потому что, смотрите, вы в режиме помощи, то есть, когда вы крутите педали и даете газом, можете продержаться до 70 км. Скажу вам так, я, как вы думаете, в каком режиме я ездил, просто газа или помощи? Конечно же, газа. Так вот, в режиме газа производитель заявляет, что вы можете протянуть до 35 км. На самом деле, с моим весом где-то получилось в районе 28. Вот так вот. Ну, а по общей автономности тяжело сказать, на самом деле, друзья, потому что, ну, вот не хотелось мне в хорошую погоду крутить педали, просто газа дал и поехал. Ну, а опять же, в моем сценарии применения, я думаю, что получилось бы километров 40-45. Это очень достойно. Ну, и дополнительные фишечки, которые есть в данном электровелосипеде, как вы можете видеть, подставка сразу же есть в комплекте. Единственное, что, вам дам совет такой, никогда не ставьте данный велосипед на подножку, когда у вас вот эта педаль находится снизу, потому что может получиться так, что просто у вас заклинится эта самая вещь. Ну, просто имейте в виду. Ну, и еще в комплекте идут катафоты и брызговики. Мы, как вы можете понимать, надеемся на очень хорошую погоду, и я просто-напросто их не ставил. Ну, я постарался быстренько вам рассказать про электровелосипед Forward Cyclone 26. Давайте про минусы подытожим. Для меня их два. Первый – это минус, который касается всех электровелосипедов. Хоть это и электровелосипед, как бы обычный велосипед уже легенький достаточно, этот все-таки тяжелый. Если вы снимаете батарею, то это совершенно не означает, что крутить педали станет проще. Все-таки какое-то более сильное усилие прилагать нужно будет. Но стоит отметить, что, конечно, если снять батарейку, то он ощущается гораздо легче. Ну, и второй минус для меня, это вещь, которую можно исправить – это громкие визжащие дисковые тормоза. Конечно, можно настроить, у меня же, вы понимаете, руки откуда, да? Но, тем не менее, если вы едете по городу, где-то тормозите, это услышат все окружающие. Но, опять же, я надеюсь, что это дело только в настройке. Но, что же касается плюсов, они реально классные. Потому что, вот как бы я ни любил электросамокаты, электровелосипед – это классно, на самом деле. Почему? Потому что, во-первых, можно намного дольше проехать, не париться о его зарядке. Потому что за весь период теста я зарядил его, ну, раза полтора в сумме. Потому что мне вот этого всего хватало. Удобная, достаточно широкая базовая сидушка. Опять же, это вкусовщина, кому как больше нравится. Мне нравится, когда пошире. И информативный дисплей, который не блекнет на солнце. Большой-большой респект. Ну, что вы думаете про электровелосипед Forward Cyclone 26? Обязательно напишите в комментариях. Нам будет приятно почитать ваше мнение. Вообще, поделитесь своим мнением, что такое вот для вас электровелосипед. Нравится ли это устройство вам? Ну, основное данное устройство, я надеюсь, что вы уже можете познакомиться по ссылке в описании, который идет на сайт 5element.by. Доставляем товар в любую точку Республики Беларусь. Ну, а с вами был Денис, 5element. Поеду еще покатаюсь.